приветствую вас с вами наталья очень часто она спрашивает занимаемся ли мы бройлерами да мы занимаемся бройлерами и сейчас у нас забой идет очередная партия вот я взвешиваю курочку 4 килограмма 300 грамм это курочка выпотрошена внутри она пустая потрошков нет если считать что эта курочка выпотрошена то живой вес будет примерно 5 килограмм как добиться такого результата я расскажу вам далее в этом видео у меня уже есть много видео на эту тему но я решила повториться для тех кто интересуется и если вам интересно оставайтесь со мной ну и прежде чем я начну свой рассказ я хочу чтобы мы с вами так сказать переместились в курятник где у меня находится еще часть бройлеров эта партия у нас было 65 штук и сейчас у нас осталось 18 18 курочек брали мы их во второй половине августа и сейчас им уже чуть больше двух месяцев пора конечно уже их забивать но как говорится в один день это не получается сделать домашних условиях сейчас я хочу взять нескольких курочек взвесить их и мы посмотрим какой живой вес у этих курок взвешиваем курочку смотрим на весы 4 килограмма 800 грамм вот такая курочка у нас вот мы взвешиваем петушка на весах на весах у нас 5 400 вот такой крупный петух у нас думаю что двух примеров взвешивания вам будет достаточно чтобы убедиться да вы и сами видите что птица очень крупная продолжу свой рассказ и хочу начать с того что прежде чем завести кур необходимо подготовить подходящее помещение что значит подходящее помещение подходящее помещение это такое помещение в котором куры находились бы в комфортных условиях потому что для кур должна быть определенная плотность посадки что это значит это значит что на один квадратный метр должно приходиться определенное количество кур если пространство у них будет слишком много они будут много передвигаться а при этом будут терять энергию вот видите как они бегают сейчас уже не должно быть такого они должны больше сидеть и как говорится нагуливать жир ну так как мы уже сейчас занимаемся забоем то им здесь вольготно ну продолжу если курочки будут слишком много передвигаться то они теряют энергию при этом они много кушают и плохо набирают вес если курочки находятся на площади очень скученном состоянии то есть когда им тесно это тоже очень плохо во первых они перегреваются потому что температура тела курицы достаточно высокая также скученность плохо влияет на то что куры не могут добраться до кормушек не могут добраться до поилок и все это сводится к тому что более слабые куры забиваются в угол и часто это приводит к гибели кур поэтому должна быть определенная плотность посадки перед тем как завести маленьких цыплят а я начинаю выращивание бролеров суточных цыплят нужно подготовить помещение то есть его продезинфицировать для дезинфекции можно использовать различные способы все зависит от того из чего у вас построено строение можно использовать горелку и опалить все огнем и стены и потолки и полы можно использовать обычную негашеную известь обработать ею стены и потолки обработать полы даже я обычно использую известь также можно использовать хлор содержащие препараты и можно использовать специальные средства которые продаются в ветеринарной аптеке для дезинфекции помещений то есть это уже на ваш выбор после того как вы продезинфицировали помещение его необходимо хорошо проветрить обычно я оставляю помещение на сутки чтобы она проветрилась конечно же очень часто мы используем помещение в котором есть и окна и двери тогда в теплое время суток когда теплая погода безветренная проветривать такое помещение можно открывая и окна и двери если же погода холодная либо сильно ветреная то скорее всего проветривать придется открывая либо окно либо двери это очень важный момент потому что бролеры не любят сквозняков в этом году мы этот момент упустили конечно же были очень расстроены когда в месячном возрасте наши цыплята заболели захрипели именно из-за того что был такой вот сквозняк упустили мы момент об этом я расскажу позже в своем видео очень важно чтобы в холодное время года в помещении был теплый пол что значит теплый пол это значит что содержание на земле в холодное время нежелательно желательно устелить пол либо пенопласт либо коробки картонные все это застелить линолеумом а сверху конечно же уже можно постелить подстилку до месячного возраста до месяца или чуть больше я использую в качестве подстилки опилки древесные опилки опилки обязательно должны быть древесные потому что если использовать опилки стройматериалов двп дсп при изготовлении которых используется клей используется краска конечно же содержание вредных веществ таких опилках будет повышенным и цыплята могут заболеть и даже погибнуть поэтому используют древесные опилки когда цыплята подрастут примерно в месячном возрасте можно чуть старше я перехожу на обычную солому убираю я помещение очень часто до месячного возраста буквально каждые два-три дня полностью убираю старую подстилку и стилю новую да это хлопотно да это может быть даже и затратно потому что опилки нужно приобрести где-то купить но все это очень благоприятно сказывается на здоровье самой птицы чтобы они не сидели в грязных опилках и не дышали аммиаком который выделяется из помета потому что часто бывает что помещение не убирают и тогда птица даже травится этим аммиаком который выделяется после месячного возраста или чуть старше я птицу уже перевожу на солому тогда я уже уборку делаю намного реже просто подсыпаю сверху свежую солому чтобы было чисто и убираю примерно раз в 7 дней а позже даже раз в 10 дней но все равно убираю полностью всю подстилку и стилю им свежую солому раз в 10 дней итак первый день когда мы завезли суточных цыплят конечно же на всю площадь эту мы суточных цыплят выпускать не будем мы в каком-то их углу выделим им место огородим его огораживать нужно по периметру либо двп либо дсп это не должен быть пенопласт или картон потому что птицы начнут склевывать этот материал на дно я стилю пенопласт сверху я стилю картон если у вас нет пенопласта возьмите несколько своего картона затем я стилю клеенку либо кусок линолеума и сверху засыпаю опилки и сверху я накрываю обыкновенной марлей либо если у вас есть старый тюль чтобы материал был проветриваемым таким образом я устраиваю так сказать брудер для цыплят некоторые птицеводы создают специальные брудеры для цыплят но я как говорится не заморачиваясь этим вопросом и делаю это по-домашнему температура воздуха в таком брудере должна быть достаточно высокой это первые сутки со временем температура снижается сейчас вы увидите таблицу в которой приведены нормы температуры помещения для курочек в разном возрасте также должны быть определенные места с повышенной температурой где цыплята могут отогреться я использую несколько средств для достижения этой цели то есть можно использовать обычные банки трехлитровые опускаем в них лампу электрическую включаем эту лампу она горит и вокруг этой банки создается повышенная температура цыплята подходят туда и согреваются также можно использовать специальные электрические обогреватели сейчас на экране вы видите их ну конечно же их необходимо будет чем-то застелить защитить чтобы цыплята не обгадили такой обогреватель можно ставить обычную электрическую батарею но электрическая батарея очень сильно сушит воздух и у нее вертикальный обогрев воздуха поэтому этот метод подходит очень редко обычно в летнее время когда и так тепло но для меня самый лучший способ сделать вот такое место где цыплята греются это обычные пластиковые бутылки я заполняю горячей водой укладываю их на пол и укрываю каким-то теплым махровым полотенцем либо простынью и сверху кладу какую-то подстилку которую можно будет менять после того как цыплята загадили ее вот из таких пластиковых бутылок я создаю такую небольшую площадку кладу примерно 5-6 бутылок и цыплята которые хотят согреться просто забираются на эту площадку и отогревается на ней первые сутки жизни очень важно следить за температурой так называемом брудере потому что если цыплята будут переохлаждаться или перегреваться это будет плохо сказываться на их самочувствие на их здоровье естественно ту полноценную курицу которую вы хотите вырастить вы уже вырастить не сможете потому что в самом раннем возрасте закладывается здоровье самой курицы и надо за этим очень внимательно следить ну естественно убираем в таком брудере каждые сутки или каждые двое суток по мере загрязнения чтобы у цыплят была сухая подстилка не бойтесь что цыплята будут склевывать эти опилки сколько я уже выращиваю цыплят никак на их здоровье это не сказывается естественно в процессе роста я постепенно снижаю температуру содержания вот на данный момент у меня в курятнике 17 градусов это вполне комфортная для птицы температура вот почему очень выгодно содержать птицу если мы берем цыплят в конце лета и вот осенью такая температура окружающей среды не нужно никаких дополнительных мер вентиляторов каких-то использовать потому что если сильно жарко приходится ставить вентилятор если сильно холодно необходимо ставить обогрев либо электрический либо газовый обогрев некоторые даже ставят буржуйки топят дровами все это достаточно хлопотно если помещение не отапливается то в холодное время лучше птицу не держать это невыгодно держу я цыплят в так называемом бродере до 10 дней желательно конечно до 14 дней но я держу до 10 дней и затем постепенно начинаю увеличивать площадь содержания опять же учитывая плотность посадки и все время расширяю плотность уже до тех пор когда уже кур можно распустить полностью по всему птичнику либо если это теплое время года у вас есть желание выпускать броллеров во двор то позаботьтесь чтобы площадь выгула была не очень большой чтобы они слишком много не передвигались позаботьтесь также чтобы выгул был защищен от грызунов был защищен от домашних и других животных мы поговорили с вами об условиях содержания птицы хочу заметить что те рекомендации которыми я делюсь с вами это для начинающих птицеводов которые хотят содержать примерно до 100 голов птицы и содержать их напольно если вы хотите содержать птицу в клетках либо вы хотите содержать птицу более 100 голов 200 300 и так далее до 1000 то скорее всего вам необходимо будет поискать рекомендации тех птицеводов которые занимаются этим профессионально буквально на 3 4 5 сутки я начинаю давать цыплятам песок увлажненный песок желательно крупный песок или гравий обрабатываю я либо кипятком либо слабым раствором марганцовки чтобы не занести никакую инфекцию песок обязательно нужно увлажнять потому что сухой песок они есть не будут песок или гравий необходим птицы для нормального пищеварения потому что часто желудки у них забиваются комбикормом и им нужно что-то для того чтобы перетирать эту пищу так сказать теперь мы с вами перейдем к вопросу кормления птицы я кормлю птицу специальным комбикормом который приобретаю в ветеринарной аптеке есть множество различных комбикормов и множество вариантов кормления кур некоторые сами заготавливают дробленое зерно сами готовят различные мешанки я этим не занимаюсь я кормлю готовым комбикормом комбикорм у меня производитель feed life очень качественный сертифицированный корм наряду с другими кормами аналогичными конечно же он немного дороже но он намного качественнее по моим наблюдениям птица которая оскарливается на этом корме быстро становится на ноги быстро набирает вес качественно набирает вес при этом птица не падает на ноги то есть она не садится и не становится неподвижной потому что если птица упала на ноги она уже не сможет передвигаться от кормушки к поилке в таких условиях вы же не будете носить ее от кормушки к поилке и жить вместе с этой птицей в птичнике поэтому я использую качественный корм причем я заметила что птица намного меньше болеет когда я кормлю этим кормом потому что я пробовала и другие корма очень рекомендую вам этот корм так же как и другие корма корм фидлайф разделяется на несколько подвидов это предстартовый корм этим кормом мы кормим цыплят до 10 суток затем идет стартовый корм и затем идет финишный финишный мы даем уже после месячного или полутора месячного возраста это уже кто как себе считает нужным из этих видов кормов я использую предстартовый кормлю цыплят до 10 дней и использую стартовый корм финишный корм я не использую и сейчас я объясню почему когда цыплятам исполняется один месяц я начинаю в комбикорм добавлять обычную зерновую крупу пшеницу и кукурузу добавляю я ее постепенно то есть на килограмм корма сначала я добавляю стакан пшеницы на следующий день 2 стакана пшеницы и так далее довожу чтобы на половину комбикорма была половина зерносмеси точно так же в один день я не добавляю кукурузу я добавляю ее примерно через 5 дней как начинаю добавлять пшеницу и тоже добавляю постепенно начиная с одного стакана в итоге я прихожу к тому что у у меня половина комбикорма и половина зерносмеси пшеницу и кукурузу еще раз я повторюсь я даю дробленую вот в таком виде в дробленом покажу поближе и вот почему я не использую финишный корм потому что у финишного корма крупные гранулы если у нас крупные гранулы то мне придется тогда добавлять не дробленую пшеницу кукурузу а цельнозерновую пшеницу я заметила что птица очень плохо ест цельное зерно вернее видимо она у нее плохо усваивается это мои личные наблюдения вы можете иметь другую точку зрения но я уже сколько партии вырастила таким способом и не жалуюсь то есть стартовый корм я использую с 10 дней и до забоя птицы финишный корм я не использую вернее даже немножко не так примерно за 7 или 10 дней до забоя я перевожу птицу полностью на зерносмесь убираю комбикорм полностью за эти 7-10 дней птица полностью очищается от тех добавок и примесей которые есть в комбикорме и уже забой идет так говорится чистая птица и тушка уже имеет приятный вкус без всяких посторонних запахов посторонних примесей это очень хорошо влияет на качество птицы корм в кормушках у меня находится постоянно то есть и днем и ночью у меня присутствует корм в кормушках нет такого чтобы кормушки стояли пустыми поэтому птица подходит и питается тогда когда ей необходимо точно также и вопрос стоит с водой всегда вода должна присутствовать в паилках если какое-то время у вас в паилке нет воды это очень плохо сказывается особенно когда вы кормите чистым комбикормом тогда потребление воды идет намного больше чтобы размочить комбикорм птица очень много пьет воду я использую обычную из-под крана единственное только что нужно следить за тем чтобы она не была слишком теплой потому что теплую воду птицу не пьют они отказываются ее пить даже если стоит сильная жара они теплую воду пить не хотят ну и слишком холодной вода тоже не должна быть то есть ледяная вода это тоже плохо сказывается на птице на данный момент я использую кормушки и поилки уже для взрослой птицы но для маленьких птенчиков для цыплят я использую другие кормушки другие поилки сейчас вы видите их на экране я уже смотрю сама на поведение птицы если они переворачивают кормушки и поилки то пора уже ставить побольше кормушки и поилки для них конечно кормушки и поилки всегда нужно содержать в чистоте мыть потому что поилки часто покрываются слизью поэтому очень часто я мою эти поилки при каждой замене воды я меняю воду три раза в день когда цыплятам исполняется месяц то тогда я уже начинаю чуть реже менять воду и сейчас я меня ее раз в сутки если жаркое время года то приходится менять воду чаще два раза в сутки это минимум очень часто я добавляю в воду марганцовку перманганат калия поить птицу можно с помощью вот таких обычных поилок можно установить ниппельную систему поения у нее очень много преимуществ но получается так что каждый раз мы выращиваем птицу в разных помещениях какое-то время мы выращивали ее на даче в разных помещениях теперь два года как приобрели мы дом мы выращиваем ее в других помещениях поэтому руки никак не доходят до того чтобы установить эту систему но как говорится все еще впереди оборудуем мы эту систему я вам обязательно ее покажу что касается вопроса освещения в этом вопросе очень часто птицеводы расходятся во мнении мое мнение такое что свет должен присутствовать в помещении круглосуточно просто днем это может быть дневное освещение либо освещение поярче но не слишком ярко чтобы это не раздражало птицу а ночью это должно быть тусклое освещение чтобы птица хотя бы видела куда и как ей перемещаться но многие птицеводы рекомендуют даже выключать свет и дальше в таблице вы можете посмотреть какие есть варианты освещения помещения начиная буквально с первых дней жизни мы обязательно взвешиваем птицу дальше вы можете посмотреть таблицу в которой указаны нормы веса птицы обязательно птицу нужно взвешивать чтобы видеть не отстает ли птица в росте если птица по какой-то причине начинает отставать в росте нужно искать эту причину и устранять ее возможно это некачественная вода либо некачественный корм либо температура либо плотность посадки очень многие факторы влияют на то как набирает птица свой вес и сейчас мне хочется более подробно остановиться на вопросе профилактики различных заболеваний очень многие люди даже многие птицеводы считают что меры профилактики это все излишне птица и сама справится все будет хорошо но давайте смотреть правде в глаза прежде чем вырастить птицу нам необходимо купить цыплят это потраченные деньги купить комбикорм купить форм зерно потратить воду потратить электроэнергию а самое главное потратить свое драгоценное время и свой труд стоит ли при этом рисковать и не делать никакой профилактики я считаю что профилактика нужна обязательно поэтому с первых дней жизни буквально с первого дня или с 4 5 вы уже решите сами приобретите ветеринарную аптечку или посоветуйте с врачом ветеринаром он вам посоветует какие антибиотики лучше применить в то или иное время года и при ваших условиях я пропаиваю антибиотиком цыплят 5 дней даю им антибиотик днем а ночью даю им чистую воду после того как я пропаила цыплят антибиотиком 5 дней я даю им витамины для того чтобы у них улучшилось пищеварение и повысился иммунитет витамины могут быть тоже разнообразными но последнее время я использую чектоник очень хороший препарат я вам его рекомендую когда цыплятам исполняется 2 недели 14 дней я даю им препарат байкокс этот препарат дают для профилактики кишечных заболеваний для профилактики корцидиоза точно так же как и антибиотики я пропаиваю 3-5 дней днем а ночью даю им чистую воду разбавляю я байкокс 1 мл на 1 литр воды после того как они у меня попьют байкокс я снова даю им чектоник витамины пропаиваю 5 дней когда цыплятам исполняется 21 день 3 недели они уже достаточно набирают вес и у них случается очень часто падение на ноги чтобы цыплята не падали на ноги я даю им 3 кальций фосфат начиная с 21 дня до конца выращивания птицы еще очень внимательно нужно проследить за бролерами когда им исполняется 1 месяц это период когда мы начинаем добавлять им комбикорм зерновую смесь у них меняется пищеварение в это время обязательно нужно проследить за пометом птицы чтобы не было поноса каких-то расстройств если вы увидели что что-то неладное либо расстройства кишечные либо какие-то хрипы у цыплят какое-то неестественное поведение цыплята забиваются в угол не двигаются плохо едят плохо пьют бейте тревогу возможно ваши цыплята заболели и их просто необходимо будет снова пропоить антибиотиком вы можете это сделать в профилактических целях пропоить их 3 дня но если цыплята заболели то 5 дней это необходимо их пропоить это точно в начале видео я рассказывала что в этом году мы тоже пропустили момент и наши птенцы захрипели и нам пришлось пропаивать их антибиотиком но могу сказать не бойтесь пропаивать птицу антибиотиком потому что через 2 недели уже антибиотик выводится из организма птицы и вы можете спокойно птицу забивать и употреблять пищу ну и естественно после антибиотиков мы даем обязательные витамины чтобы поднять их иммунитет на 45 день жизни мы начинаем забой птицы начинаем мы с крупных самых особей которые уже достаточно набрали вес и потихоньку начинаем забивать птицу потому что после двух месяцев птицу уже кормить ну просто не выгодно она уже набрала свой вес необходимый и тратить лишний комбикорм чтобы содержать птицу я не вижу смысла ну конечно же как забивать птицу каждый птицевод решает по-своему об этом я не буду и не рассказывать и не показывать чтобы не травмировать психику людей которые этим не занимаются как разделывать птицу у меня есть отдельный фильм вы можете посмотреть его в конце этого видео будет ссылка на него ну и конечно же птицу мы разделываем и храним всю зиму в морозильном камере у меня морозильный ладь на 400 литров и 65 бролеров у меня спокойно там помещаются после того как мы разрезаем курей разделываем я фасую отдельно по пакетам отдельно крылья отдельно грудка отдельно ножки ляжки вот суп тоже отдельно таким образом легче потом разобраться когда будет все в замороженном состоянии затем все пакеты я плотно укладываю вот в такой пластиковый ящик в такой ящик у меня помещается 6 курочек разделанных без потрошков очень хорошо экономится место и непосредственно в этом ящике я и буду замораживать курицу в морозильном ларе это мой морозильный ларь он практически полный но если здесь немного уплотнить продукты освободиться место чтобы разместить оставшихся курочек здесь у меня заморожено не только мясо замороженные фрукты овощи различные полуфабрикаты всему нашлось свое место об этом морозильном ларе есть у меня отдельный фильм на моем видео канале и ссылку на этот фильм вы можете посмотреть в конце этого видео в основном это все советы и рекомендации которые я постаралась рассказать поделиться с вами думаю что многие из этих рекомендаций пригодятся вам в свое время я тоже искала полезную информацию на просторах интернет если вы под этим видео поставите лайк я буду понимать что это видео вам было полезным и оно вам понравилось если вы хотите более подробную информацию о выращивании броллеров то предлагаю вам посмотреть на моем видео канале плейлист о выращивании броллеров там 14 серий где я подробно рассказываю о каждом дне выращивания птицы дорогие зрители подписывайтесь на мой видео канал смотрите мои другие видео я думаю многие для вас будут интересными с вами была Наталья до скорых встреч удачи